Анимация с нуля в Adobe H-Animate Меня зовут Фёдор Васильев и в этом уроке мы с вами поговорим про якоря. Вот я подготовил, можно сказать, уже заготовку для одностраничного сайта. Просто для примера пометил блоки разными цветами. Что мы здесь имеем? Шапку меню, которая зафиксирована вверху. Я прокручиваю сайт, она у нас остаётся наверху. И имеются три кнопки. Здесь может быть что угодно. Представьте, мы, например, делаем одностраничный сайт. Здесь может быть, например, о нас. Тут цена. Тут, например, почему мы. Ну, в общем, вы, наверное, видели подобные одностраничные сайты. Вот если я кликаю на синий, автоматически страница скроллируется к синему блоку. Соответственно, зелёный, оранжевый. Ну и, соответственно, здесь их может быть сколько угодно. И кнопка вот наверх. Давайте рассмотрим, как это устроено. Открываем программу Adobe H-Anime. Итак, создаём новый проект. Высоту ставим 1000 пикселей. А вот ширину рядом с пикселем есть такой переключатель. Кликаем по нему, чтобы появился знак процента. То есть, наша сцена по ширине будет 100%. Что это значит? То есть, смотрите, мы сейчас сделали как бы резиновость. В зависимости от размера монитора конечного пользователя, наш стейдж будет растягиваться во всю ширину браузера. Соответственно, вот эти блоки, когда мы сейчас их создадим, у них тоже ширина идёт в процентном соотношении. То есть, это нужно только для того, если вы хотите сделать как бы растягивание вашей страницы или ваших блоков на всю ширину монитора. Сразу давайте добавим скрипт. Папки с уроком найдёте прямо из проекта, как я уже неоднократно говорил. Открываем. И не забываем переместить, чтобы jQuery 2.0.3 был наверху. Дальше, напротив стейдж кликаем между скобочек. Но в этот раз мы выбираем пункт scroll. Кликаем. Также прописываем вот такую строчку. В папке с уроком я прилагаю. И закрываем. Теперь берём обычный ректенгл. И рисуем, вытягиваем вот так вот нашу шапку для меню. Цвет можете взять любой. Или как у меня, или вот чёрный. Абсолютно не важно. И смотрите. Если мы сейчас посмотрим, как это выглядит в браузере. Казалось бы, в программе мы растянули с вами во всю ширину нашего стейдж, нашу шапку, да? Но здесь она обрезается. Поэтому вы должны понимать, что каждому вот такому объекту ширину нужно выставлять тоже 100%. Идём вот в этот блок. И вот ширину, где 550, мы выставляем 100%. Если мы обновим, то видим, что наш блок вытянулся во всю ширину. В исходном файле, если я прокручиваю, он у нас прилип к верху и не двигается, да? Здесь же у нас он пока скролируется. Выделяем наш rectangle, вот этот вот блок меню. И вот здесь вот, слева в блоке Properties, есть вот такая как бы буковка S, да? Кликаем. И в появившемся окне вписываем, вот смотрите, вот это слово Fixed, что означает зафиксировать. И нажимаем Enter. Если обновим, то видим, что я прокручиваю страницу, а наш блок висит и никуда не двигается. Что и нужно было сделать. Давайте наш блок переименуем, назовём его Mine Menu. Теперь у нашего блока там есть такая тень. Идём вот сюда вниз, где Shadow. И напротив переключатель переключаем. Здесь можно управлять различными настройками. Я здесь ничего не трогал, у меня было по умолчанию. Если вам нравится результат, то есть вот этот вот тень, то оставляем. А если что, здесь вот попробуйте поиграться, покрутить пикселями. Посмотрите, что у вас получится, да? И у нас ещё имеется небольшая обводочка в один пиксель. Теперь давайте нарисуем наши кнопочки, как в примере. У меня это просто текст. Также здесь можете поиграться, какой вам больше нравится. Шрифт. Теперь я просто продублирую, а потом переименую. Здесь у нас был зелёный. А здесь оранжевый. Внимание! У каждого текста идём опять в Position and Size. И по X выставляем переключатель, чтобы был процент. Также проделаем у остального текста. И у зелёного. Теперь выделяем все три текстового слоя. И перетаскиваем вот так вот в MindMenu, чтобы создать вот такую группу. И если мы посмотрим в браузере, у нас на самом деле здесь есть расстояние, да? То есть несмотря на то, что они здесь склеены. Это всё от вот этих вот растягиваний процентных. То есть так и должно быть. Здесь вы выстраиваете, а уже в конечном итоге будет у нас выглядеть так. Теперь давайте создадим цветные блоки. Также берём Rectangle и во всю ширину рисуем первый блок. Высоту выставляем 400. Соответственно, ширину также ставим процент. Первый у нас был блок. Меняем цвет на синий. И у меня в данном случае Rectangle поместился в группу в меню. Давайте вытянем его вот так на Stage. И, соответственно, разместим его ниже нашего меню. И продублируем. Раз и два. Вот этот переименуем следующий просто Rectangle 3. А здесь Rectangle 4. У них уже у всех выставился процент, потому что мы сделали уже копию. Теперь выделяем каждый наш вот этот Rectangle. Выделяем. И также идём в левую часть программы. Кликаем на вот эту S. И вставляем вот такое слово Full Page. Вот, запоминаете, пишите. И Enter. И то же самое вставляем в другие наши блоки. Теперь, чтобы получить прокрутку наших блоков, нам нужно привязать все текстовые вот эти пункты меню к нашим блокам. Выделяем, например, синий, чтобы текст был выделен. Также идём, опять кликаем по буковке вот этой C. Вставляем вот такое слово Scroll. Нижнее подчёркивание. И название нашего блока. Тому, к чему он будет скроллироваться. У нас синий блок Rectangle 2. Соответственно, вот здесь вот и пишем Rectangle 2. И Enter. И давайте к остальным текстовым менюшкам подпишем, пропишем путь. К чему прокручивать, да? Так, это у нас зелёный. А, ну мы же ещё с вами не сделали цвета, да? Так, Rectangle 2. Значит, это синий. Пускай Rectangle 3 будет зелёный. И оранжевый будет Rectangle 4. Вот таким вот образом. Итак, выделяем зелёный. Это у нас как раз Rectangle 3. И оранжевый. Это Rectangle 4. Теперь кликаем по Stage, выделяем. И вот здесь вот настройки нашего Stage, где вы выставляли проценты, да? Ещё нужно вот здесь вот в пункте выпадающем выбрать Visible. Давайте Ctrl Enter и посмотрим, что у нас получилось. Итак, я кликаю на синий. У нас отлично всё прокрутилось. Зелёный. Оранжевый. То есть мы с вами уже, по сути, подготовили болванку для лендинга, да? Одностраничного сайта. Останется вот каждый блок наполнительной информацией. И лендинг практически будет готов, да? А дальше давайте сделаем Scroll Top наверх. То есть у многих сайтов внизу мы, наверное, видели кнопочку либо слово наверх, либо стрелочка наверх, да? Она у нас в примере находится здесь, но это абсолютно не важно. Мы сейчас её сделаем, а потом эту кнопочку можно перемещать в любое место, где вы хотите её видеть. И она всё равно будет выполнять свою функцию. То есть вот я кликаю, она уезжает наверх. Либо берёте стрелку, которая у меня, либо свою какую-то. Уменьшаем ей размер. Соответственно, помещаем её в наш блок Main Menu. Создаём ещё один Rectangle, можно вот прямо здесь. Он у меня создался в Main Menu. Вытаскиваем его на Stage. И его в самый низ. И можно сделать его прозрачным, чтобы его не было видно вообще. И давайте пропишем путь к нашей кнопке. Всё то же самое. Там у нас Rectangle 5. Давайте посмотрим, получилось ли у нас в браузере. Итак, изначально у нас первый слой идёт оранжевый. Например, кликаю синий. И хочу подняться наверх. И у нас прекрасно поднимается. И как я уже говорил, эту кнопочку теперь можно перемещать вниз, влево, вбок. Главное, чтобы она была в пределах Stage. Надеюсь, я этот урок объяснил понятно. В принципе, здесь ничего такого сложного нет. И ещё один момент, где у вас может здесь что-то возникнуть сложность. Сделали вы заготовку, каркас вашего будущей странички. И теперь наполнение её. То есть, если вы хотите на зелёном блоке, например, чтобы был какой-то текст изображения, там на синем ещё какой-то текст. Соответственно, блок Rectangle 2 должен быть контейнером для вашего контента, который вы хотите разместить именно на зелёном вот этом блоке. То есть, к примеру, я беру вот Rectangle. Например, это фотография. Берём текст. Что-то пишем. Просто для примера, да? Я набрал текст. И мы хотим поместить это, например, на синий Rectangle 2 у нас получается. Контент, значит, сделали. Выделяете его. И перетягиваете вот так вот на тот блок, где вы хотите, чтобы он размещался, да? То есть, в данном случае на Rectangle 2. Чтобы вот так вот получилась вложенность, да? То есть, теперь Rectangle 2 идёт как контейнер. То есть, теперь вот эти два элемента будут привязаны как бы к нашему вот этому Rectangle, да? Даже вот я глазик отключаю, отключается всё вместе. В браузере всё прекрасно работает. То есть, я перемотал. Тот контент, который я хотел разместить вот на этом синим блоке, он прекрасно отображается. Соответственно, так же делается и для каждого блока. Не обязательно так же, чтобы ваши вот эти Rectangle были просто цветными блоками. Это может быть большая яркая картинка и так далее. Надеюсь, урок был вам понятен. И увидимся в следующем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова